Встреча губернатора Игоря Рудени с заместителем министра здравоохранения России Татьяной Яковлевой получилась плодотворной. Глава региона рассказал о ближайших планах, в частности, о необходимости обновления парка машин скорой помощи и строительстве детской поликлиники в микрорайоне Южный. Отдельное внимание развитию медицины в районах. Мы хотели бы сделать, по примеру наших коллег из других субъектов, типовые проекты, типовые решения для маленьких, так сказать, первого уровня ФАПов. Также во время диалога была достигнута договоренность о строительстве еще одного сосудистого центра на территории области. По словам Татьяны Яковлевой, Минздрав Российской Федерации готов поддержать Тверской регион во всех инициативах, направленных на улучшение качества медицинских услуг. Помимо проектов, которые намечены к реализации, профильное министерство будет оказывать и консультативную помощь региональным коллегам. Они с общежьего дня у вас работают, все главные специалисты и посердечно-сосудистые, и онкологи работают, и главный терапевт работает. И по травматологи главные работают, по всем направлениям. Они смотрят истории, консультируют больных, смотрят организацию оказания медицинской помощи. По окончании встречи Игорь Руденя и Татьяна Яковлева вместе с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Владимиром Васильевым побывали в областном перинатальном центре имени Бакуниной. Там они посетили музей и познакомились с работой учреждения, в котором ежегодно появляются на свет сотни новых жителей Тверской области. Вот аппараты у нас получены по программе раннего перинатального скрининга. Мы очень довольны. Очень хорошая аппаратура. У нас таких аппаратов два. Ну и здесь мы получим ранний перинатальный скрининг. Иксертизу врожденных короков смотрим, подтверждаем или опровергаем короки. То есть здесь у нас уже такое более высокого уровня. Главный врач перинатального центра Людмила Гребенщикова рассказала о взаимодействии с районной медициной и о том, как осуществляется перевод пациентов из больниц другого уровня. Мы посмотрим нашу детскую реанимацию, мы переводим на хирургическую помощь. Либо если ребенок родился, как правильно было, Татьяна Владимировна, на другом уровне. Осмотрев консультативно-диагностический центр, лабораторию, родовое отделение и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, Игорь Руденя и Татьяна Яковлева констатировали, Центр имени Бакунина является образцовым. Стратегическая цель – поднять уровень всего областного здравоохранения на такую же высоту. Хотелось бы, чтобы все районные, как минимум, учреждения соответствовали вот такому уровню, такому стандарту. Сейчас мы попросили нашего коллега Владимировна Абдулевича и Татьяну Владимировну Яковлеву, первозамстителю министра, сформулировать на основании проведенных консультаций и мероприятий дополнительные приоритеты и самое главное – сформулировать дорожную карту для того, чтобы сделать на качественном уровне повышение работы системы здравоохранения. Совсем скоро с помощью федерального центра планируется запустить целый ряд проектов. Один из них – пилотный для нашего региона. В нем поучаствуют поликлиники Твери. Местные медики отобрали, а мы, федералы, идем смотреть эти поликлиники, которые войдут в пилотный проект «Бережливые поликлиники». Это бережные отношения и к пациентам, и к медицинским работникам. Суть проекта – организация работы учреждений таким образом, чтобы человек мог записаться на прием и попасть к терапевту или педиатру в тот же день, причем именно в указанное по записи время, избежав очередей нервотрепки. А на входе в учреждение его встречали бы приветливые регистраторы. Юрий Бумбур, Виталий Осипов, Твереград ТВ